Я чуть-чуть обманул, когда сказал, что мы будем просто говорить, потому что сегодня будет не просто-просто, а как раз сегодня во время нашего диалога будет рисовать. Что? Я не знаю. Я буду отвлекаться. Дорогой мой, ты очередное свидетельство поговорки, что нет пророка в своем Отечестве, потому что, если я ничего не путаю, известен ты стал сначала за пределами нашей страны, нашего богозаспасаемого Отечества, а потом на тебя обратили внимание наши средства массовой информации. Правильно ли я понимаю? Слушай, ну это вопрос масштаба. То есть я для себя это отразил, наверное, такой, знаешь, волной. Сначала ты делаешь локально что-то в России, тебя поддерживают, появляются ресурсы, друзья, команда, такой творческий круг. Ты делаешь что-то в России такое, что в глобальном уровне очень принимают с интересом и начинают об этом говорить. Оттуда волна приходит снова в Россию, все такие, о, как это мы заметили, не заметили и начинают здесь. Но правда в том, что да, сам свой большой проект, который я сделал в Москве, сначала зашел очень круто за пределами наших СМИ. А что это был за проект? Это была роспись на крыше Красного Октября, когда я сделал мировой рекорд и самую большую каллиграфию в мире. Сделал довольно мощный ролик про то, как это создавалось. И, в общем-то, все это залетело очень классно в YouTube, с YouTube в Reuters и с Reuters по всем мировым СМИ. В общем, кто только об этом не писал. Скажи, пожалуйста, как вообще этот проект состоялся? То есть легко ли было согласовать это все? Потому что в Москве достаточно геморройная процедура согласования объектов, тем более если мы говорим о росписи публичного пространства. Ну, тогда это было довольно сложно, потому что, я думаю, основной вопрос, который вообще в России происходит, это отсутствие экспертизы, особенно в каких-то художественных вопросах. И отсутствие какого-то тренда. Когда нет ни тренда, ни экспертизы, принимаются решения долго и чаще всего довольно сложно. И я начал с Петербурга. Я пришел в наш петербургский музей стрит-арта и говорю, ребята, у меня есть очень классный проект, у меня есть команда, у меня есть продакшн, у нас есть, собственно, система, по которой мы создадим эту работу. Дайте нам крышу. Ну и, собственно, помогите работниками, волонтерами, чтобы это все было на уровне. И мне сказали, что нет, ты эту крышу расписывать не будешь. Почему? Потому что крыша новая, мы за нее заплатили денег. И чтобы на новой крыше было все правильно, ты должен взять краску Текурила, где-то на миллион рублей ее сам купить и с этой краской прийти рисовать. Вот только тогда музей стрит-арта тебя поддержит. Ну, то есть понятно, да, что если кто-то собирается становиться публичным художником, то сначала надо заключить контракт с лакокрасочной компанией. Слушай, я об этом не знал. Сейчас, кстати, это было бы... Слушай, но Питер все равно всегда был более продвинутым, чем Москва в опросах харта. Неужели тут остались люди, которые, ну, как бы вот... Ну, слушай, я не даю оценки прямой, потому что... Это я дал. Тут вопрос управления, да. Люди, которые курируют искусство и люди, которые принимают решения, у нас часто совсем две разные точки влияния. И там, собственно, инициатива внутренняя была всем хорошо. Потом приходит владелец этого завода и говорит, а мне это не нравится. Я хочу, как я хочу. Вот, как бы, следуйте моему мнению. Поэтому я в какой-то момент понял, что это патовая ситуация, так как сезон закрывается. Мы обсуждали уже историю в августе, а дальше идут дожди. А дожди и сырая краска, особенно с крыши, это значит, будут реки и краски по улице, по дорогам, что не совсем правильно ни технически, ни экологически никак. И мы вот начали с Москвы. Какой самый большой проект твой на сегодняшний день? Именно не по медийной значимости, а по объему пространства? По объему это роспись огромного пространства перед стадионом «Локомотив». Это РЖД-арена, да. И там получилась площадь 11 тысяч квадратных метров. Сколько ты ее делал? И сколько людей ее делало с тобой? Ну, я ее делал где-то технически недели три, где мы прям непрерывно работали с перерывом только на дожди, заморозки и какие-то очень жесткие погоды. Почему заморозки? Вы зимой ее делали, что ли? Мы делали в октябре, но начали проект согласовывать с апреля. То есть апреля… А, ну то есть в Москве тоже такие же товарищи, да, седка как в Питере? Слушай, и в Москве это даже история была не только в том, что люди сложные, а в том, что задача, которую не лишал практически никто в мире. Потому что если самое большое, то, опять же, вопрос в том, как это реализовать. Мы стали очень много делать всяких тестов, мы выкрашивали зоны специальными красками, искали варианты, как это можно подобрать. И вот дальше, представьте, нужно заказать 5000 литров, например, одного цвета, специального, какого-нибудь красного. Его нужно заказать, привезти из условной Германии или откуда-то здесь растаможить, привезти, ну как бы все подготовить. Это время. Поэтому мы знали, что будет сложно, понимали, что, скорее всего, мы не успеем это делать в сентябре, когда нам это было нужно делать. Ну и довольно так, конечно, было некомфортно работать в такое довольно холодное условие, но справились. Давай назад вернемся чуть-чуть. Как ты вообще начал заниматься живописью? Как ты начал заниматься графикой, каллиграфикой? И как это ты называешь? Ты же не заканчивал, у тебя нет специального образования? Да, да, да. Самый прикол, что я вообще всегда был далек от академической школы и вообще от того, как работает система по обучению, искусству, рисованию, кто как называет. У меня это началось с школы и переросло в студенчество, когда мы начали рисовать граффити. И я в какой-то момент понял, что уличная среда – это идеальная школа для самообразования, самообразования, потому что там очень высокая конкуренция, там очень жесткие требования к технике, ко времени работы, к композиции, к идентичности, к построению композиции. И потом ты начинаешь это догружать смыслами, оказывается, что основы типографики, графического дизайна, перспективы, светотения, чего угодно, все там есть. Слушай, а это какой год был, когда ты начинал рисовать граффити? Слушай, ну, уже плотно я рисовал в 2008-м. То есть до 2008-го это были там условные три года какого-то метания. Ну, у вас уже не было таких проблем с ментами? То есть вас не гоняли или гоняли за то, что вы портите облик города Москвы? Слушай, нет, нас всех гоняли, естественно. Но я рисовал в основном вдоль железнодорожных путей. И там была некая система того, как избежать лишнего внимания. Ты выбираешь время, когда, например, не ходят частые электрички. Значит, скорее всего, тебя не заметят в этот процессе. То есть тебе есть условно где-то 40 минут, где-то окно полтора часа. Либо ты идешь ночью, тогда у тебя есть окно, может быть, в 3-4 часа. Это вот очень удобный инструмент, чтобы, ну, условно понять. Я начинаю делать здесь, как бы я тогда заканчиваю. И с утра, например, снимаю уже, когда поехал поезд. Иногда мы рисовали во дворах или где-то там спонтанно. Были какие-то полулегальные пространства в Москве. Так что было так, что где-то гоняли, где-то всякие были неравнодушные граждане, которые пытались доебаться простым языком. Но, как бы, на самом деле мне было в кайф. Вот реально, я не скажу, что был какой-то ад. А куда ты поступил после школы? Я пошел сначала учиться на экономиста в колледж. И отучился ровно год. Понял, что я вообще не хочу свою жизнь связывать ни с Excel, ни с цифрами, ни с чем. Мне зачли этот год как за десятый год школы. Я вернулся, доучился до 11-го. И пошел в универ на рекламу. Это был как раз тот момент, когда в Москве все хотели учиться на рекламщиках. Но при этом не было ни бюджетных мест, ни каких-то мест, знаешь, с адекватным ценником. Потому что все начали очень сильно его задирать. И я поступил в довольно маленький универ. Он только открылся. Там были интересные преподаватели из разных институтов, которые перешли туда. И я там проучился 4 года из 5. Потом просто понял, что мне уже достаточно знаний, которые я хотел взять. Диплом мне не нужен. Аттестаты мне все не нужны. И просто свалил в Питер. А родители тебе что сказали в этот момент? Слушай, им не понравилось. Понятное дело, что они так, знаешь, уцепились за историю, почему ты свой последний год не хочешь там провести. При том, что меня уже как бы и преподаватели хорошо знали. И в принципе все были готовы мне помочь это все сделать. Но у меня был принцип, что нет, так нет. Слушай, а дурацкий вопрос. А вот тебя не могли в армию забрать? Тоб ты сейчас расписывал, например, прекрасные казармы где-нибудь под Петербургом. Слушай, мне на самом деле повезло и не повезло, потому что у меня было очень плохое зрение. Вот прям настолько плохое, что у меня линзы были размером с палец по толщине. И я, наверное, до скольки, наверное, до 2015 года гонял в очках. Это было очень некомфортно, потому что когда ты работаешь на большой плоскости и вот сам себе рукой что-нибудь задеваешь, все слетает, и ты как бы выключен из процесса. Но это дало мне отсрочку. По сути, я себе потом сделал коррекцию, и вот как бы все классно. Ты ушел с четвертого курса и приехал в Питер? Да. А почему ты вот тоже выбор, да, почему ты не остался в Москве, а приехал в Питер? Слушай, я тебе так скажу, что когда я начал потихонечку взлетать по своей карьере с точки зрения граффити, стрит-арт-художника, это в какой-то момент вызвало очень много негатива внутри среды. Потому что я был очень молодой чувак, который там не пытался заискивать перед там старшими товарищами, я там не пытался участвовать в фестивалях, чтобы потом кому-то дать краску, кому-то рисовать эскиз. То есть знаешь, эта внутренняя кухня меня очень сильно бесила. Но при этом... Слушай, а в моем понимании тусовка людей, которые занимаются уличным искусством, это такие достаточно альтернативные люди. Или там все равно существуют иерархи, свои старшие. Ну вот обычное жаполистство, которое происходит в любой российской тусовке. Литературный, киношный, то же самое, да? Да, да. Все было очень жестко, потому что у нас, условно, была такая основа граффити, и она сейчас, в принципе, существует, но немножко в другом ключе. Когда люди, которые первые делали там роспись метро, роспись вагонов, какие-то большие работы, они считали, что они главные в Москве. И это было, в принципе, заслуженно, потому что они, в принципе, ощущение, что такое граффити, и принесли, и популяризировали, и попали там в какие-то крутые книги. Но на самом деле я просто выглядел немножко по-другому, потому что такой, знаешь, какой-то хипсто-стиль. Он не очень принимался в таком довольно дворовом кругу ребят, которые бомбят электрички и, в принципе, живут немножко другой жизнью. И в момент, когда я понял, что негатива больше, чем позитива, и я не могу нормально в этой среде находиться, я принял решение, типа, ну, Питер же классно, там можно полностью сменить весь круг, при этом оставаясь собой. И я туда переехал и начал качать историю с графическим дизайном и одновременно с образованием по каллиграфии. То есть я давал всякие мастер-классы интенсивы, ездил по России и в свое время, ну, в свободное время фрилансил. Таким образом, как бы, закрыв себе нужду там в какой-то стабильной работе или в чем-то еще. И получилась такая, знаешь, ежедневная практика, что ты фигачишь, фигачишь, фигачишь. И, по сути, качается скилл и через преподавание, и через работу с клиентами, через какую-то внутреннюю коммуникацию. Очень полезно. Твой основной рынок – это Запад. Ну, вернее, это не Россия, скажем так. Тоже волнами. Это связано с тем, что я работаю… Я тебя видел в Гонконге. Я помню, что я тебе написал в Новый год, что я иду по улице в Гонконге, где сосредоточены все арт-лавки. Мы идем с женой, и вдруг я смотрю, покрас висит. Просто в главной галерее висит огромная картина. И это было круто, когда-то нахочется. Да, да, это аплодисменты, ребят, правда, потому что мы же тоже живем в плену этого пи***а. Что в России ничего нет, никаких брендов нет. Есть только водка и калашников, водка и калашников, еще матрешка. И вот Гагарин, Юра, прости, мы все понимали. Но это не так. У нас действительно есть суперлюди, которыми надо гордиться. И Покрас, правда, один из тех людей, которые говорят, что вот, ну, это Россия, вот она такая тоже. Она классная. Про рынки. Ты, я знаю, что много работаешь сейчас на арабском направлении, назовем его. Средний Восток. Да, да. Смотри, все очень просто. Арт-рынок в России, понятно, что несколько стагнирует по сравнению с Европой, там, Штатами, Азией и так далее. Это, ну, разные экономические факторы. А почему? Вот объясни, денег нет или культуры нет? Слушай, я скажу так, что в целом есть, во-первых, история с разницей в курсе, где нам выставиться там гораздо дороже, чем локальным галереям или галереям, которые построили свою систему гораздо раньше нас. Это первое. Второе, внутренний рынок у нас тоже, он довольно хаотичный, потому что система взаимодействия аукционных домов, галерей, музеев, каких-то частных коллекционеров, каких-то институций, прочего-прочего-прочего, это долгая система, которая должна выстраиваться при поддержке разных сторон и при этом взаимопонимании, каком-то сотрудничестве и так далее. И в этом плане, естественно, западная часть мира гораздо раньше окунулась в эту историю, начиная, условно, с Гугенхайма, постмодерна и вообще всей этой движухи, и заканчивая тем, что когда музейные институции и галерейные стали теснее сотрудничать, сразу появились и сильные группы галереи, и какие-то фонды, и возможность очень сильно расти в цене разным художникам. И Россия в этом плане немножечко встала на задворки, то есть у нас есть очень сильные артисты, художники, там, Булатов и остальные, которые присутствуют на международной сцене, но не так сильно. Поэтому я себя изначально пытался не позиционировать как художника, который сделал себе карьеру в России, и потом потихонечку начал интегрироваться в международную среду. Я пошел от обратного. Я стал много выставляться в Европе на небольших групповых выставках, изучать этот арт-рынок абсолютно сам через медиа. Например, я, знаешь, что делал? Я покупал каталоги, например, в Париже, которые берут, системно прям рассказывают, условно, о ста художниках современных, которые предоставлены в галереях. Видел, какая галерея его продает, какие в нем были последние выставки за последние пять лет, какие галереи на каких разворотах покупают себе рекламу, о каких художниках они в этой рекламе пишут, и как это вместе взаимодействует. Потом как это взаимодействует с онлайн. То есть все-таки рекламное образование, оно у тебя не пропало. Оно офигенно на самом деле помогло структурировать все вещи, маркетинг, реклама, пиар, коммуникации, все эти там как бы вещи, они все остались. И я очень много информации получил такой, которая у нас здесь абсолютно никем не распространялась. То есть не было ни переводов на русский, всей этой литературы, всех этих изданий, каких-то аналитиков, вообще ничего. И я стал много делать в Европе. Потом поехал в Азию, в Сеуле работал, пожил. И в какой-то момент увидел, что ко мне появился очень большой спрос с Middle East. То есть мне пришел одновременно запрос на биеннале в Шарже. Это один из эмиратов. Причем это крупнейшая биеннале по каллиграфии в этом регионе. И она действительно такая очень важная, серьезная. И одновременно запрос от одной из крупнейших сетей галереи, которые говорят, пришли нам в свой каталог. Я сижу, понимаю, что каталог-то присылать еще рано, потому что у меня нет ни нормального ценника, ни тех холстов, которые я мог бы им предложить. Я беру паузу и где-то три с половиной месяца очень плотно работаю в мастерской над пятью полотнами. Но такими, что просто ох**ные полотна. Максимально. Максимум стиля. Формирую из этого каталог. Эти работы везу на биеннале в Шаржу. И сразу же галерею я приглашаю на этой биеннале. Они видят полотна и в тот же день со мной подписывают контракт. Вот прям, знаешь, все по шагам. Мне казалось, что как раз на рынке мидл-ист ты будешь очень востребован, потому что твоя каллиграфия просто близка. Потому что многие твои работы напоминают арабскую вязь. Так и есть. Но забавно, что когда были первые запросы, я еще не был ни разу в жизни в мидл-исте. То есть я не знал об этой каллиграфии настолько глубоко, чтобы ее через себя как-то переосмыслить. Но в процессе, да, я на самом деле очень сильно кайфанул от не просто красоты, пластики, но и от того, как вообще осмысление других культур влияет на твой собственный стиль. Потому что какая основная проблема художника? Проблема в том, что ты имеешь такое количество вдохновения отовсюду, что ты не можешь найти свою идентичность. И без своей идентичности ты и сам себя неловко чувствуешь, особенно когда тебя с кем-то начинают сравнивать, как-то начинают на тебя давить. То есть пока ты не нашел в себя свой язык, свою философию, ты, по сути, очень сильно теряешься. Ты можешь попасть под любую критику, и тебя она сразу зароет. И вот тогда как раз я для себя понял, что чем глубже я начинаю изучать культуру, тем мне сильнее условно по*** на то, что происходит где-то там внутри на локальном уровне. Потому что я вообще о другом говорю и по-другому строю свой стиль. И поэтому очень классно все совпало. Тебе не мешает текущая ситуация вокруг России? Политическая, санкционная? То есть с тобой нормально общаются? Ты не испытываешь каких-то ограничений или какой-то политизации? Нет. Я, наоборот, заметил, что почти все художники, даже которых мы приглашаем, какие-то проекты в Москву зарубежные, приезжают и говорят, как классно, реально. Мы не знали, что здесь так дружественно, здесь так хорошо. На самом деле вообще мы очень сильно кайфуем. И в этом плане даже за границу приезжаешь, у всех интерес к тебе как к человеку с другим языком, который не так часто у них присутствует, с какой-то своей культурой, своим видением. И политика очень редко поднимается, даже возможно потому, что мы все-таки довольно все воспитанные и эрудированные люди. И мы понимаем, что есть гораздо больше тем для обсуждения, нежели там какие-то стереотипы. Скажи, пожалуйста, если ты можешь, конечно, об этом говорить, какая из твоих картин была продана за… Какая из-за самая дорогая твоя картина, иными словами? Если ты можешь об этом говорить, конечно. Это хороший вопрос, потому что одна из функций галерей, они делают продажу, в процессе продажи могут там условно плюс-минус 30 процентов либо скинуть, либо набросить, в зависимости от того, кто покупает. Если это условный шейх, они могут либо ему продать очень дорого, либо, наоборот, ему продать несколько работ и на одну сделать… Мне кажется, что шейхи, твои клиенты шейхи, они вообще их, наверное, как почтовые открытки покупают. Там, сажда, денег-то. Если Rolls-Royce Jeep расписан там на 7 лет вперед, по-моему, продажи. Ну-ну-ну-ну. Я, насколько знаю, это в районе 23-25 тысяч баксов. Вот где-то так. Причем для молодого художника это, ну, супер много. Я не жалуюсь, да. Слушай, тебе рассказывали о каких-то безумных пожеланиях клиентов? Ну, ведь есть разные ебанаты. Ну, что говорить. Ну, как бы они есть. Там приходят и говорят, вот, можно там вот отстереть уголок картины, дорисовать. Ну, я не знаю. Блин, на самом деле, мне почему-то везет на суперинтересных ребят. Был случай, когда я сделал холст, где писал слово по-русски. Приезжает араб и просто стоит, говорит, я здесь вижу инициалы меня и моей жены. Я хочу этот холст. Вот просто у него вот прям ступор, а это огромный холст, круглый, два метра, просто вот уже хорош. И Галерий говорит, сори, он продан. У него просто трагедия. Он начинает там упрашивать, дай, пожалуйста, контакты, кто это купил. Я там договорюсь, вот типа все, отдам, я хочу эту работу. В итоге за две недели он каким-то образом смог договориться, взял себе этот огромный холст. И мне Галерий с такой гордостью рассказывал, что типа я давно не видел, когда за работу так бьются, при том, что ну вот, как бы ты же вообще другом писал. И вот постоянно такая тема. Из последнего самого, наверное, то, что меня вот зацепило, это был диалог с CEO NASDAQ по миддл-исту. То есть, ну понятно, что NASDAQ такая очень большая биржа, у них там люди не связаны с искусством напрямую, а мы делали кросс-коллаборацию у меня галерея и NASDAQ, когда работы попали на Times Square, и при этом работы, попавшие туда, выставлялись в их главном офисе, штаб-квартире в, собственно, Дубае. Я начинаю общаться с CEO, это очень такой уже взрослый дядечка во всем каком своем одеянии, все такое. И тут он мне начинает говорить, что типа вот работа, она же за тебя говорит, она вот общается. И я ему говорю, подожди, ты понимаешь, что здесь написано по-русски? Здесь написано, пусть за нас говорят наши полотна. Да. И вот в этот момент у него, знаешь, у него такое было ощущение, просто что вот молния пролетела, он такой был счастливый, настолько заряженный. И меня это всегда очень вдохновляет, потому что история про кросс-культуру, про вот это, знаешь, объединение, какая-то рифма, поиск новых форм, она вот раскрывается только через общение, когда ты с людьми начинаешь коммуницировать и узнаешь от них то, что, собственно, ты туда не закладывал. Вот как мы вчера тоже много этих идей по холстам посмотрели. Про доброжелательное общение давай поговорим. Значит, ты сделал большую работу в Москве на одном из бульваров, которую потом запи***ли добрые люди зеленым смайликом. Скажи, пожалуйста, про эту историю. Чудесные люди. В общем, да, история очень простая. А в Москве довольно сложная ситуация с муралами, да, с расписными фасадами. Это происходит по ряду причин. В общем, Москва довольно некрасивый город, если вы когда-то бывали в нем. Но это правда так. Ну, петербуржцам это можно сказать. Но это правда так. Реально, это не очень красивый город. То есть там вот есть Кремль, есть какие-то еще переулки вокруг, а дальше начинается сразу капотня, но она просто чуть дороже, там, по миллиону долларов за квартиру, либо по 50 тысяч. Ну, это все, вот это вот у***ство такое. С Питером, конечно, это не сравнить. В чем мы деньги? Ну, нет, я могу вам тоже Габрица подразить. С Питером это не сравнить, если бы за Питером ухаживали, так же, как за Москвой. Согласен, денег там больше. Ну, короче, в Москве произошла определенная реформа рекламы, когда запретили делать огромные баннеры. Соответственно, все, кто хоть как-то хочет вложить большой бюджет наружку, начал пытаться это сделать через расписные фасады. И это стало такой, знаешь, проблемой с 13-го по 19-й год, когда за 6 лет почти все фасады, которые до этого рисовали художники, очень сильные, международные, российские, их потихонечку стали закрашивать, потому что владельцы зданий стали их сдавать в аренду. А старые, типа, уже негодные, там, краска облепилась, надо заново. И вот это вот превратило ощущение, что стрит-арт в Москве — это не стрит-арт, а условно-продажный пи***ц. И от этого все внутреннее комьюнити стало очень сильно подгорать, потому что, ну, как можно находиться в городе, где он тебя постоянно смотрит, то аэрофлот, то кто-нибудь еще, а нормального стрит-арта нет. Ну, либо красноармейцы расстреливают фашистские танки. Естественно. У нас же два людей. Или там эти все, там, сеть, пираньи в миксере, вот эта вся тичь. Да-да-да, вот это вот. Да, и у нас был период говнилого этого, да, который делала небезызвестная компания «Сеть». И получается так, что мне очень много раз приходили… Извините, пожалуйста, я перебиваю. Они сделали такое граффити большое, значит. Ну, там какие-то танки, самолеты, пушки, значит, купола. И написали «Есть вещи поважнее фондового рынка». И на следующий день хуйка, доллар в два раза взлетел. Ну да, поважнее, так смотришь. Окей, было 30, 165. Нормально, ну да. Конечно, поважнее. Пиши еще. Вот-вот. Постирония такая, да? Да-да, по-абсолютно. Вот, в общем, происходит такая история, что я имею возможность сделать фасад в Москве, в самом центре на Цветном бульваре, и сделать его артовым. Вот максимально. Без логотипов, без рекламы, без вообще всего. То есть, по сути, это офигенная возможность показать, что вот, ребят, стрит-арт жив, как бы, да, все классно. Я выбираю черный фон. Представляешь, что такое? Вот взять и всем сказать, я хочу сделать черный фон в центре Москвы. Перед праздниками, там, 9 мая, то есть, у всех начинает черночку подгорать, но, как бы, никто не будет спорить. Всем не разрешают это сделать. Ну, да, в этом плане, кстати, надо сказать спасибо московским властям, потому что они действительно стали, ну, нормально разговаривать с людьми, там, за последнюю, ну, Собянинскую эпоху, скажем так. Ну, слушай, как только все начали адекватно друг с другом общаться, нашлись общие точки для, собственно, соприкосновения и взаимодействия. И мы делаем этот фасад. Он висит месяц, все его снимают, всем он нравится, все его обсуждают. И тут на следующую какую-то ночь мы видим огромный зеленый смайл поверх этой работы. Добрые люди. Да. Высота этого смайла где-то этаж 3-4, то есть это невозможно нарисовать ничем, кроме огнетушителя, который под высоким давлением заправляют этой дикой краской. Это довольно сложная техника, потому что тебе нужно с земли этой трубкой выкрасить этот смайл или любую надпись. И это все еще в краске, ты сам в краске, все вокруг в каплях. И, в общем, мы увидели эту дичь. И понимаем, что сейчас начнется очень много интересных событий. Естественно, это был огромный спектр эмоций, там, начиная от ненависти и вообще непонимания, почему это мне досталось, и заканчивая историей, что, блин, это же новая вообще точка внимания в Москве, типа, это же охуенно. Вот. И мы принимаем решение, что раз уже это произошло, и у нас есть некоторое время на этом фасаде как-то поиграться, я выпускаю пост, что неизвестный вандал испортил нашу работу. Этот уважаемый человек не объявился, не дал никакого стейтмента, почему это произошло. И мы взяли смайл, который перевели в графическую форму. Вы все в Инстаграме, наверное, видели, да? Вы понимаете, о чем мы говорим. Да. И выкладываю в Телеграм, собственно, всем возможность скачать, распечатать, делать с ним мерч, наклейки, сделать с этим какую-нибудь маску в Инстаграм. Что хотите. Вот вам изображение. Изображение. А мы при этом еще сами выпускаем с этим официальный мерч. И, собственно, доходы с продажи мерча закрывают нам расходы на восстановление фасада. А в какой-то момент же еще туда третьи люди пришли. Зачем? Да. И вот это была самая веселая часть. То есть мы выпускаем пост, все начинают жестко кто-то гореть, кто-то поддерживать. Он там вообще дикую собирает историю по охвату аудитории. И на следующий день там появляется Зачем. А Зачем это такие короли граффити России. То есть люди, которые, по сути, остались true и всегда были true. И тогда вот произошел такой, знаешь, катарсис, потому что в Москве произошел наглядный учебник по тому, что происходит вообще искусством уличной волны. Паблик-арт — это то, что сделали мы, потому что это согласованная история, которая находится в городском пространстве. Дальше стрит-арт — это смайл, который взаимодействует с нами, как будто улица нам улыбается или нас ненавидит. Это коммуникация художника через контекст. Дальше появляется граффити, это, собственно, Зачем, которые довершают эту историю. И дальше вандализм, когда дети уже пытаются к общему пирогу что-то чуть-чуть дорисовать. Это идеальная вещь. То есть вот исторически это не происходило, это произошло, и мы дико довольны. А выяснили, кто смайл-то нарисовал? Слушай, мы выяснили, и я вот реально так лично этого человека и не идентифицировал, но я даже и не стал в какой-то момент. Я реально сказал, что я его обниму, если встречу, скажу спасибо за такую классную рекламу и за то, что, собственно, стрит-арт живой, когда люди хотят что-то сказать, не боятся, как бы мы тоже не боимся. Давайте к вопросам перейдем. Дорогие друзья, поднимайте руку, пожалуйста. Дайте микрофончики нам. Слушай, пока вопросы я начну писать, чтобы мы это не теряли. Ну, да, ты как тебе, подвинуть кресло туда или что? Потом вы. Сначала здесь. Здравствуйте. Спасибо большое за интервью, было прям очень интересно, и я для себя прям вас открыла, и вы мне очень понравились. Спасибо большое. А вопрос у меня такой. Вы когда-нибудь испытывали синдром самозванца в своей работе? Отлично. И где лично для вас проходит граница между артом и декорированием, скажем так. Синдром самозванца — это что? Чтобы я точно терминологию для себя принял? Ну, ощущение, что я делаю какую-то херню, а она дорого продается, людям нравится. Вот такое бывает. Ну, я не оцениваю сейчас ваше творчество. Я говорю о том, что когда человеку что-то дается, может быть, без особо, ну, не прикладывая очень много усилий, да, есть внутреннее ощущение, что я этого не заслужил. А вы правда считаете, что он не прикладывает усилий? Нет. У меня нет оценки, я просто задала вопрос. Мне интересно, как человек чувствует себя и как он себя самооценивает. Хорошо. На самом деле, я на себе, если какой синдром и чувствовал, то это синдром хорошее усталого человека. Потому что, чтобы реально развиваться, как художник самому, да, без какой-то большой поддержки, лоббирования со стороны семьи, каких-то там, условно внутренних интересов и прочего, нужно одновременно зарабатывать, одновременно развивать стиль, одновременно как-то интеллектуально, да, расти, одновременно находиться в повестке и контексте российского искусства, международного искусства. И все это вместе формирует очень сложную систему взаимодействия, когда каждый день не просто расписан по часам, а он еще и расписан стратегически, что за чем следует и что за этим произойдет. Поэтому, когда я стал видеть свои первые успехи, я в первую очередь понимал, что это успехи не какие-то воздушные, где я написал слово хуй, и оно всем понравилось, и все это слово начали тиражировать, и за это меня хвалили. Как в свое время на мосту написали, нарисовали, точнее, в плену ФСБ. Я все-таки всегда говорил о том, что за работой должно стоять какая-то философия, должно быть определенное развитие, и у меня нет никаких резких скачков. Если проанализировать каждый шаг, каждый путь, там видно, что это все взаимодействие друг с другом и построение какой-то общей стратегии, общего фундамента. Поэтому, наверное, я испытывал противоположные чувства от самозванца, но, что, наверное, важно ответить, я часто испытывал историю, что я сейчас говорю о том, что поймут где-то через год, через два. То есть, я поэтому не пытался некоторые вещи озвучить в момент, когда я их создавал. Условно, мы говорим о крыше на октябре, это 15-й год, прошло 4 года, обсуждаем мы это сейчас. Да, это история про то, что художник, он часто предвосхищает какие-то явления, какие-то тренды, какие-то месседжи, и взаимодействуя с ними в контексте настоящего, мы так или иначе говорим с будущим. И поэтому моя каллиграфия, которая как раз в своей форме имеет основу графем на смешении культуры и так далее, что и является, по сути, развитием письменности будущего и коммуникации будущего, очень легко А можно еще вопрос? Вот там молодой человек был. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, планируются ли ближайшие мастер-классы и на каких площадках с вами можно повзаимодействовать? На самом деле я в какой-то момент, и этот момент был очень осмысленный, понял, что единственная вещь, которую я себе не могу больше позволить, это я не могу позволить себе учить людей. И это сделано не потому, что я такой вредный человек, которому жалко делиться опытом, а потому, что тот объем работы, который стал происходить со мной, настолько много ресурсов моих забирает, что последнее, что я могу себе позволить, это в какой-то момент начать брать за себя ответственность за кого-то еще в творчестве, в развитии, в образовании. Поэтому мастер-классы я перестал проводить с 2016 года, и единственное правило, которое у меня осталось, это создание лекции, которые выходят на одной большой площадке где-то раз в год или два раза в год, они получают хорошую запись, документацию, и потом в интернете свободно смотрятся. И тематика лекции обычно говорит на год или на два вперед, то есть если я хочу поговорить через лекцию, я беру вещь, которую я понимаю, что будет в будущем, и начинаю с ней говорить настоящим. Как, например, у меня в, конечно, в 2016 году выходила лекция, которая называлась «Бросайте дизайн». И когда я с ней вышел, собственно, в коммуникацию, первое, что я услышал, это очень большое неприятие со стороны профессионалов, которые сказали, ну, типа, почему ты так решил, типа, вообще, кто тебе дал такое право, да, как бы рассуждать, что нужно там уходить из дизайна, что это все плохо, что это все неправильно, да. И спустя только два-три года все начали мне писать огромное спасибо за то, что я поговорил с аудиторией на тему правильной идентификации, развития с точки зрения собственной какой-то идентичности от имени художника, а не агентства. Как нужно себя позиционировать на рынке, что с ним произойдет, да. Это 16-й год, который становится актуален только сейчас, потому что это все в Россию приходит очень медленно. Но я в этом варюсь гораздо раньше. Расскажи о трех твоих самых больших коллаборациях с брендами. Я знаю только вот Nike и Дрис Ван Ноттен. Ну смотри, Fendi, роспись крыши дворца итальянской цивилизации. Дальше Дрис Ван Ноттен, что логично, потому что это неделя моды в Париже и мужская коллекция. И третий, наверное, сложно определить, потому что есть условный локомотив в самой большой каллиграфии, что безусловно мощный такой мировой рекорд. Есть тот же Артриум, который сейчас только начинает приходить ко мне, вот то, что я туннель делал, бесконечные зеркала, ко мне начнет приходить за публикациями, за книгами, за повторением этого проекта за границей спустя время. Есть проекты культурные, как мой проект с новой Третьяковской галереей, который очень важен с точки зрения коммуникации художника, общественного пространства и институции. Поэтому пускай будет Третьяковка, Fendi и Дрис. Окей. Давайте еще вопрос. Пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Софья Зима. Скажите, пожалуйста, вот вы когда... Я здесь. Да, привет. Когда вы начинали свою деятельность в искусстве, вы сталкивались с неким негативом и невозможностью реализации своего искусства. И скажите, пожалуйста, такой вот вопрос. Вы сейчас несете это искусство в массы и насколько важно на данный момент с вашей точки зрения поддерживать начинающих российских художников и вообще поддерживаете ли вы их? Спасибо. На самом деле вопрос поддержки художников всегда очень острый и одновременно странный, потому что что такое современный художник? Современный художник это человек, который пытается поговорить с аудиторией на какую-то важную ему тему в осмыслении контекста. Поэтому если встает вопрос кого-то посоветовать, например, на большой проект, на небольшой проект, на перфоманс, на какое-то явление, я всегда открыт, я всегда слежу и пытаюсь помогать. С точки зрения какого-то вот глобального наверное ощущения, я считаю, что чем самостоятельнее сам по себе художник, тем больше к нему уважения от меня. Поэтому мне приятнее общаться с людьми, которые сами себя сделали, которые сами к чему-то пришли и в любом возрасте молодой, немолодой, вообще молодой художник до 35, начнем с этого. Это история, что чем больше ты сам вложил, тем больше ты вызываешь к себе интересы. И естественно я ищу таких же близких мне по духу людей. Коллеги, два вопроса еще. Можно дополнение к предыдущему вопросу? Кого бы вы могли выделить из российских художников? Кого бы я мог выделить? Ну давайте я вам назову художников все-таки искусства уличной волны, раз уж мы имеем возможность поговорить с этим через какой-то контекст. Пускай это будет художник Марат Морик. Это очень сильный артист, который совместил живопись вместе с техникой граффити, вообще уличными инструментами, при этом взял академические инструменты. Это все вместе очень такая хорошая, правильная, красивая история, которую очень мне приятно видеть в России на таком высоком уровне. Потом, пускай это будет Дмитрий Аски. Аски — это художник, который один из первых вообще занялся субкультурными медиа. Он сделал журнал Code Red, который был первым печатным граффити-магазином в России. Потом он сформировал онлайн-СМИ, которая также называлась Code Red. И оно стало потом самым цитируемым и читаемым СМИ по стрит-арту и граффити во всей Восточной Европе. Потому что в какой-то момент европейцы позакрывали свои сайты и резко стало внимание к таким же сайтам в России. Потом пускай будет Андрей Абер. Абер — мой коллега, с которым мы делали фасад в Москве. Его работу можете встретить на Сивкабеле. А так, на самом деле, художников очень много классных. Его Горкрафт интересно работает в Петербурге. Вы могли видеть его выставку в Ани Нове. Я не знаю, мне кажется, я очень долго буду сейчас эту тему рассказывать. Дайте еще два вопроса, пожалуйста. Спасибо большое за интервью, Пакрас. Предположим, тебе предлагают проект. Назови мне две характеристики. Первая, за которой ты от проекта точно откажешься. Вторая, за которой точно согласишься на него. У меня, на самом деле, к любым проектам одинаковые требования. Люди должны прийти ко мне как к художнику, как к творческой единице, а не за рабочими руками. Я не участвую в проектах, где за меня придумал арт-директор какую-то концепцию. Я не участвую в проекте, если у меня связаны руки по выбору продакшена, по выбору команды, по выбору месседжа и так далее. Это первое. То есть, это условия, при которых проект может выйти сильным, оригинальным и так далее. Второй проект, точнее, вторая важная вещь, это ценности, которые есть у бренда, его философия, его история, его история коллабораций. И здесь вопрос в том, как выстраивать коммуникацию с брендом, который до этого не взаимодействовал с искусством, либо взаимодействовал провально. Это везде работа, в принципе, вытащить можно любую историю довольно сильно, но тогда нужно вложить больше сил, либо времени, либо денег и так далее. Поэтому я стараюсь это для себя нивелировать и беру те бренды и те проекты с этими брендами, которые мне самому очень интересны и которые позволяют мне сделать шаг вперед с точки зрения даже моего искусства. Как эта история с технологиями, дополненной реальностью, какими-то крупными форматами, которые невозможно сделать самому, так как это финансирование, часто уходящее за бюджеты в миллионы и, естественно, любой художник, даже независимо успешный и так далее, не может себе позволить это организовать сам. Поэтому бренд в этом плане выступает скорее как инструмент, но при этом инструмент, который получает очень позитивный фидбэк от аудитории. Последний вопрос, друзья мои. Пожалуйста. У меня очень короткий вопрос. Что такое искусство и какие лично для вас есть критерии по которым вы определяете для себя искусство, какой-то конкретный предмет или произведение или нет? Классно. На самом деле вопрос очень правильный, но одновременно в основе этого вопроса лежит большая ошибка. Если мы вообще начинаем говорить о терминологии, я считаю, что русский язык имеет каждому слову определенное значение, это определение не изменяется, это константа, которая позволяет нам сформировать дискурс. Как только человек начинает своими смыслами догружать и додумывать любое явление, любой термин и так далее, мы скатываемся в хаос, недопонимание и в конечном итоге в пи***ц. То, что люди себе сами ставят значение слова искусства, говорит о том, что каждый для себя воспринимает, но при этом это очень простой термин, который должны вы все знать. Вы можете зайти в Википедию, узнать, что это один из способов осмысления мира, что это такой же метод осмысления, как наука и так далее, просто имеющий свои определенные ценности, связанные с творчеством, с желанием создать что-то уникальное. Мне не нужно вам это говорить, потому что как только я начинаю вам даже пересказывать, я чувствую у себя некую сложность, потому что я всегда пытаюсь привести все к одному языку и к одному термину, к тому, чтобы мы друг друга понимали и спрашивали более сложные вещи. Поэтому, наверное, здесь, прежде чем что-то спросить по терминологии, просто залезьте в источник и узнаете это оттуда. Вот. Это был показ Лампас. Е. Что, показываем работу? А ты закончил? Да, мне что, я человек... А можно ее показать? Так, что, как мы сделаем? У нас, давай не будет ассистентов, давай мы сами сделаем. Я думаю, это будет прикольней. Куда-то ее только не на ковер, на какую точку? Вот сюда можем поставить. Вот сюда давай, да. Так, смотри, я тогда сейчас приподниму холст, а ты сюда поставь мольбер, чтобы у нас ничего не потекло лишнего. Опа. Ну, красота. Ну, вот. Ну что, вот она импровизация. Собственно, только что был создан на ваших глазах. Договоримся. Давайте так, кто угадает, какое здесь слово написано, тому мы что-нибудь из нашего по красофишел мерча подгоним. Лично от меня. Нет. Ой, ну вы скучные. Ну все, видите, ошибочки, ошибочки. Вы можете это сделать потом, я потом расскажу, может, в конце, если никто не отгадает. Правильно? Мне кажется, веселее будет. Конечно. Ну все. В общем, этот предмет будет здесь стоять весь фестиваль. Может быть, в конце кто-то действительно угадает. Или прочтет. Да, или прочтет. Ну я считаю, что можно прочесть, здесь ничего сложного нет. Мы-то с тобой это, мы с тобой, возможно, догадаемся раньше. Да нет же, не Исквайр, не Исквайр, не Минаев, нет. Ну вы банальные, ну вы ребята. Все, давайте, спасибо всем за дискуссию. Спасибо вам. И было очень классно. Спасибо.